Приветствую вас, дамы и господа, Древн, на связи, и сегодняшнее видео я бы хотел начать с мощного заявления. Существует вероятность, что в течение ближайших двух лет Юбисофт перестанет существовать. Во всяком случае, в том виде, в котором мы её знаем. Да, всё именно настолько драматично, и сегодня я расскажу вам о том, как один из самых больших издателей умудрился всего лишь за несколько лет загнать себя в ловушку нищеты, из которой у него теперь есть всего лишь четыре выхода, и только один из этих выходов хороший. Начать я хочу с небольшой загадки, на которую я сам, честно говоря, без гугла ответить вряд ли бы, наверное, смог. Итак, дамы и господа, вот попробуйте прямо сейчас назвать три игры Юбисофт, которые вышли за последний год. Ну, я думаю, что вам на ум сразу пришла Skull and Bones, но ведь она в итоге так и не вышла, а недавно её снова, уже в шестой или седьмой раз перенесли. Возможно, вы с некоторым трудом, но всё-таки вспомнили про легендарную Rainbow Six Extraction, которая оказалась вообще никому не нужна. И вы имеете полное право считать себя геймерской элитой, если вы за 20 секунд умудрились вспомнить про существование Mario плюс Rabbids Sparks of Hope. На самом деле, у Юбисофт за прошлый год вышло всего пять или шесть игр для консолей. Вот это вышеназванная модификация CG под названием Extraction, Just Dance 2023, сиквел Mario Rabbids, игра для вечеринок Rabbids Party of Legends и могучий роллер Champions. Весь остальной контент от Юбиков — это низкокачественные DLC-шки для Far Cry и Valhalla, а также разнообразные мобильные проекты. И кто-то наверняка скажет, ну, пять-шесть игр за целый год, да, не одной трипл-игры, но тем не менее, вроде бы не так уж и плохо. Однако это может показаться не таким уж плохим результатом только тем людям, которые не знают, какого размера само издательство Юбисофт. Просто вдумайтесь, у компании 53 офиса по всему миру, 13 в Америке, 31 в Европе и 9 в Азии. В компании работает, просто вдумайтесь, 20 тысяч человек! И при этом вся эта двадцатитысячная группировка за весь год выпустила целых, ну, может быть, шесть игр и при этом ноль, я подчеркиваю, ноль игр категории ААА. Даже конгломерат Activision Blizzard, в котором работает вдвое меньше сотрудников, 9800, умудрился выпустить новую Call of Duty, Overwatch 2, аддон к Warcraft'у и обновленную Warzone 2.0. И это если не считать мобильных игр и разнообразных мелких DLC-шек. При этом мы с вами постоянно ругаем Activision за низкое качество и малое количество релизов. А теперь представьте, что Ubisoft по числу сотрудников вдвое больше, но при этом не выпускает вообще ничего. В прошлом видео, где я рассказывал вам о любопытной статистике из мира игровой индустрии, кстати, оно сейчас появилось в подсказках, можете после просмотра этого видео пойти и посмотреть, если вы его не видели. Так вот, там я говорил о том, что доходы юбиков упали до критического уровня. Инвесторы тоже не особо верят в Ubisoft. На данный момент даже CD Projekt Red, в которой работает всего лишь одна тысяча сотрудников, в плане своей капитализации оценивается выше, чем вся колоссальная Ubisoft. CD Projekt Red стоит 2,8 миллиарда долларов, а Ubisoft оценивается в 2,6 миллиарда долларов. Просто вдумайтесь, у CD Projekt нет даже 10 офисов, всего лишь одна тысяча с небольшим сотрудников. И тут Ubisoft, 20 тысяч сотрудников, 53 офиса, и по капитализации они примерно на одном уровне. Но можно понять настроение инвесторов. Еще в октябре компания прогнозировала себе операционную прибыль в 400 миллионов долларов. Но сейчас они пересмотрели свои годовые цели и ожидают, внимание, операционные убытки размером в 500 миллионов долларов. Минус 900 миллионов долларов с прогноза всего лишь за пару месяцев, Карл. Почему? Впервые за всю историю существования Ubisoft компания станет убыточной, она станет терять деньги. Возможно, они, конечно, завышают свои потенциальные потери, чтобы потом сказать, ну, мы, конечно, обосрались. Мы списали всего лишь 300 миллионов долларов, а ожидали списать 500 миллионов долларов. Поэтому мы, как бы, не так уж и плохи. Но, тем не менее, сам факт того, что компания перестанет быть прибыльной, он, конечно, впечатляет. Но впечатляет далеко не так сильно, как когда ты, мой дорогой зритель, отрываешься от моего видео на полсекундочки, чтобы, конечно же, прожать под ним кнопку лайка. Ну и, конечно, безумно впечатляет, когда человек, не подписанный на мой канал, берет и соизволяет нажать на кнопку подписки, оказывая тем самым мне просто огромнейшую честь. Ну что, все прожали? В таком случае теперь давайте поговорим не о деньгах, а непосредственно о самих играх Ubisoft, так сказать, об источнике их проблем. Попробуйте вспомнить, когда вы в последний раз играли, пусть даже не в отличную, куда уж там отличную, а просто хотя бы неплохую игру от французов. Ну, скажем так, неплохая Assassin's Creed Valhalla вышла более двух лет назад, а затем в процессе игросервисной поддержки ее сделали существенно хуже. The Division 2 и Anno 1800 вышли в 19-м году, при этом надо понимать, что экономическая стратегия — это, конечно же, игра весьма нишевая. В 18-м году можно нащупать, ну, скажем так, неплохой Far Cry 5 и столь же неплохую Odyssey, которая, конечно, не имеет никакого отношения к ассасинам, но при этом сумела многих развлечь. С моей точки зрения, последней прям отличной игрой Юбиков была Watch Dogs 2, которую, я честно признаюсь, преступно недооценил до релиза. А проект-то оказался шикарным, пусть даже и таким модным молодежным и слегка кринжовым. Углубленная система хакинга, живой город, реагирующая на все NPC, множество взаимосвязанных возможностей и гаджетов, короче, такая крутая тематическая хакерская песочница про солнечное Сан-Франциско, пусть и с недостатками в виде плохенькой стрельбы. Но у Watch Dogs 2 есть одна фундаментальная проблема. Она вышла 6 лет назад. Или вот возьмем весьма уникальный Fighting for Honor. Он вышел более 5 лет назад. Отличный тактический шутер Rainbow Six Siege появился на полках более 7 лет назад, в 2015 году. Возникает вопрос, а чем вообще тогда занимались Ubisoft на протяжении последних 5-6 лет? И если коротко, то ответ будет звучать так. Они пытались изобретать разнообразные способы зарабатывать деньги на играх, но так, чтобы при этом не придумывать новых игр. Где-то с 2016 года у них началось создание однотипных открытых миров со структурой в духе третьего Ведьмака или Фар Края, но при этом с очень неровным уровнем качества от Ubisoft. И, разумеется, с огромным желанием заработать на долгосрочной поддержке подобных проектов. Но я думаю, мы с вами прекрасно понимаем, что подразумевается под этой самой долгосрочной поддержкой. Люди, которые по какой-то счастливой случайности остались в игре больше, чем на 2 недели, время от времени, ну там раз в 2 месяца, в 3 месяца, получают какой-то там контент, чтобы они задержались там еще на подольше. И в это время они дают издателю свои платежи в форме микротранзакций за какую-нибудь там косметику, бустеру опыта и другие внутриигровые преимущества. Ну, в общем, вы понимаете, долгосрочная поддержка. Ну, поддержка, конечно же, издателя финансами от микротранзакций. Новая трилогия Ассасинов, Ghost Recon Wildlands, Ghost Recon Breakpoint, Far Cry 5, Far Cry New Dawn. Все это были так называемые игры-сервисы, построенные, ну, приблизительно по одной формуле. Проблема в том, что расчет Ubisoft на долгосрочный заработок с этих проектов управдался лишь частично. Свежая трилогия Ассасинов, к примеру, действительно смогла помочь им заработать дополнительные средства на микротранзакциях. Игросервисные Ghost Recon особо себя не показали, а Breakpoint, Breakpoint вообще провалился с треском. Far Cry 5 продался очень неплохо, тут, конечно, помог американский сеттинг. А вот Far Cry 6 уже не показал никаких особенных результатов. Причем люди настолько не хотели задерживаться в шестом Far Cry, что юбики даже додумались рассылать письма от имени диктатора Антона Кастилио с дерзкими призывами вернуться в игру. Наша игра не смогла увлечь вас геймплеем. Эээ, ну тогда антагонист игры передает вам, что вы лох, потому что вы его не победили, получается. Чё-то такое, короче. Watch Dogs Legion тоже продалась слабее второй части и тоже не сумела увлечь аудиторию дольше, чем на несколько недель. Аркадная спортивная игрушка Raiders Republic была неплохо принята игроками, это правда. Но тяжело сказать, что она смогла как-то успешно себя проявить как игра-сервис, ведь Ubisoft даже не включают её в отчёты. Ну и, наконец, весьма средненький клон Зельды под названием Immortalis Phoenix Rising тоже не продемонстрировал каких-то особо хороших показателей. Короче, ставка на игра-сервисы со стороны Ubisoft была серьёзной. Они пытались изображать долгосрочную поддержку и продавали микротранзакции почти во всех больших тайтлах, но сработала эта затея, скажем так, только в очень ограниченном масштабе. Да, микротранзакции начали составлять очень значительную долю прибыли компании, но самих игр стало выходить меньше, потому что команды разработчиков занимались поддержкой уже существующих. Так что прибыль непосредственно от продаж игр и DLC к ним несколько упала. Короче, имплементацию игра-сервисной концепции можно считать успешной лишь отчасти. А знаете, где Ubisoft провалились полностью, прям окончательно и бесповоротно? В сфере трендовых фри-то-плей игр. Евгеймо уже несколько лет мечтал об успехе Fortnite или Apex, так что компания потратила немало ресурсов на создание батл-роялей и прочих фри-то-плей проектов. Тот же Hyperscape сам по себе был довольно неплох, но игроки так и не поняли, почему они должны в нём задерживаться. Да потому что было незачем. Или, к примеру, недавняя Roller Champions. Вот скажите мне честно, вы что-нибудь о ней слышали? Кто-нибудь в неё играл? Где эти люди? Один из разработчиков Ubisoft в интервью Insider Gaming заявил, что был момент, когда Ubisoft готовили чуть ли не 12, 12 разных батл-роялей! Но, судя по всему, большая часть из этих проектов закрылась и не дожила до релиза. Итак, Ubisoft выпустили довольно много игросервисных игр, которые в среднем, именно в среднем, оказались, ну, мягко говоря, не слишком успешны. В определённый момент они вообще словно бы забыли, как и куда выпускать игры. В 21-м, 22-м году игр от Ubisoft, ну, типа, практически не было. Чё там, 1-6 Far Cry, да и всё получается? Ещё Ubisoft потратили значительное количество средств на абсолютно безуспешные попытки создать успешный бэнгер такой фри-то-плей, какой-нибудь батл-рояль или что-нибудь в таком духе, какой-нибудь шутер с героями. И вырисовывается примерно такая ситуация. У тебя есть 20 тысяч человек, 53 офиса по всему миру. И ты предлагаешь этим людям делать что-то, ну, мягко говоря, не особо востребованной аудитории. А эти люди, этот огромный штат сотрудников, требует очень серьёзного ежегодного вложения ресурсов. И если у тебя один год не вышло ни одного бэнгера, два года не вышло ни одного бэнгера, в итоге ты постепенно, потихонечку, за счёт многочисленных неправильных решений начинаешь залезать в минуса. Однако есть ещё один фактор, который довольно крепко ударил по Ubisoft за последние годы. Дело в том, что корпоративная культура издателя медленно умирала и деградировала. Если корпорация – это единый организм, то в данном случае этот организм перестал работать как часы, он заболел. Постепенно становилось всё больше и больше кранчей, возникало всё больше случаев неуважительного отношения к сотрудникам, в том числе женского пола, и характернейшей чертой корпорации на сегодняшний день является какой-то, ну, прям, запредельный уровень кумовства. У меня есть несколько знакомых разработчиков, которые хотели устроиться в Ubisoft, и почти в любой студии на руководящих должностях сидят братья, сёстры или, как минимум, люди, которые близко друг с другом знакомы, давно дружили и так далее и тому подобное. То есть на важные должности зачастую нанимают людей не исходя из профессиональных навыков, не исходя из их опыта или времени отработки в компании, а просто исходя из близкородственных или дружеских связей, что со временем, конечно же, привело к падению уровня качества менеджмента. Из-за всего вышеозначенного талантливые сотрудники Ubisoft, вот эти вот ветераны игровой индустрии с многолетним опытом и стажем, они потихонечку увольняются, они уходят, потому что когда ты проработал в игровой индустрии с десяток лет, тебе абсолютно не хочется мириться вот со всем этим дерьмом. А новые молодые кадры почему-то в Ubisoft на фоне вот этих же слухов не спешат. Ну, видимо, им не очень хочется кранчить и работать в не очень этичных условиях, скажем так. И вот может показаться, что такое постепенное планомерное скатывание в определенный момент должно было стать очевидно руководству. И руководство должно было по этому поводу что-то предпринять. И вот вы знаете, тут такая есть проблема. Руководство продолжало ставить на те же самые сектора этого ебучего казино. Оно продолжало выпускать игры-сервисы и пыталось сделать фри-то-плей с надеждой на то, что ну вот сейчас-то мы как жмахнем, и у нас будет бэнгер. Ну ладно, не получилось, просрали 50 миллионов, хорошо. Ну вот сейчас, ну вот сейчас вот точно так стрянет, роллер Чемпионс не стрянуло. В общем, можно сказать, что даже если Евгий Мо подозревал о том, что его огромная корпорация потихонечку скатывается, он не видел каких-то причин для того, чтобы резко и кардинально менять вектор ее развития. Более того, в недавнем письме к сотрудникам он попросил их быть максимально эффективными, экономными и с осторожностью подходить к новым инициативам. Словно проблема Ubisoft в самих сотрудниках, а не в том, что руководство заставляет их делать нечто безвкусное и при этом регулярно назначает некомпетентных менеджеров. Евгий Мо сказал следующее. Надо выпустить все игры вовремя и с ожидаемым уровнем качества, чтобы показать всем, на что мы способны. Все это теперь в ваших руках. Это, конечно, просто фантастично с моей точки зрения. Сидит человек и говорит, делайте игры-сервисы, делайте фритуплейки и плевать то, что они у нас абсолютно не выстреливают. Да, раньше мы делали разные проекты. Где-то инновационные, где-то мы просто аккуратно повторяли старые формулы, но с высоким уровнем качества. А сейчас мы будем повторять одно и то же, и рано или поздно все точно выстрелит. О, стоп, критический момент наступил. Так, может быть, как-то поменять вектор работы всего издательства, может быть, что-то сделать. Короче, я придумал. Дорогие сотрудники, делайте все то же самое, что и раньше, только еще лучше и тщательнее. И вообще следите, и вообще от вас все зависит. Вы у меня большие-большие молодцы. Вы справитесь, вы вытащите нас из этой ямы. А я не виноват, я ни при чем, в принципе. От такого маневра разработчики Ubisoft, конечно, выпали в осадок, и они собираются 27 января провести забастовку. А один из них сказал следующее. И в Геймо ожидает, что мы соберемся, отдадим все силы и будем максимально эффективными и экономными, насколько это возможно. Но на практике это означает следующее. Работа сверхурочна, давление со стороны руководства, выгорание, неправильные решения и прочее. Господин Геймо многого требует от своих сотрудников, но не предлагает взамен никакой компенсации. Ну что я могу сказать? Нормально так исполнительный директор просто взял и переложил ответственность за годы регулярных менеджерских ошибок на простых сотрудников. И несмотря на то, что Евгеймо уже успел извиниться за свои слова и сказать, что не, я ни в коем случае не перекладываю ответственность, конечно же, он хотел переложить ответственность на сотрудников. Причем это выглядело совершенно потрясающе. На протяжении пяти лет человек абсолютно никак не реагировал на то, что компания катится ко дну. А сейчас, когда наступил самый ответственный момент, шанс принять на себя руководство, принять важные, необходимые решения, самое важное, необходимое решение, которое он придумал сделать, это сказать, короче, сделайте заебись, плохо не делайте, всем спасибо. Так чем же занималась Юбисофт под руководством Евгеймо на протяжении последних пяти лет? Транжирила деньги, выпускала однотипные, посредственные или совсем уж херовые игры, отпугивала талантливых разработчиков, но при этом придумывала себе всякие отделы контроля счастья. Да, там есть такой отдел, отдел контроля счастья. Я не раз слышал от людей фразу о том, что гиганты не падают, что большие корпорации имеют огромный финансовый запас прочности для совершения разных ошибок, и, мол, пока не зарабатывают, все вот это вот ваше геймерское нытье про качество игр не имеет никакого смысла. И тут надо понимать следующее. Изменения накапливаются постепенно, а реализуются скачкообразно. Судя по всему, долгие годы последовательного принятия неправильных решений и привели Ubisoft вот в эту точку, в точку, где они вынуждены, по сути, как-то себя спасать. Вы скажете, ну хорошо, мы уже поняли то, что Ubisoft в полной жопе, а что дальше? Что будет теперь? А теперь у Ubisoft есть четыре пути, четыре разных способа выйти из этой ситуации, и только один из них по-настоящему приятный. Первый путь — это, конечно, сокращение расходов через реструктуризацию и массовые увольнения. В начале 2023 года юбики уже закрыли три неанонсированных проекта и объявили о том, что будут совершать попытки уменьшить расходы, в том числе за счет, конечно же, увольнений. Чтобы выяснить, что происходит в компании, Том Хендерсон пообщался с несколькими действующими сотрудниками Ubisoft, и вот что он выяснил. По итогам тестирования оказалось, что большая часть отмененных игр — это не то, чего хотели игроки, то есть эти игры в продолжении тренда не попадали ни в какую аудиторию и были никому не нужны. Во-вторых, Ubisoft теперь гораздо чаще отменяет или откладывает свои игры, когда видит, что они нуждаются в доработке, потому что права на плохие или посредственные игры у них больше нет. Именно поэтому, как мне кажется, они в очередной раз отложили Skull & Bones, потому что если бы он вышел, он был бы максимум игрой на 5 из 10, а их это уже не устраивает. Им нужна игра ну хотя бы на шестерочку, чтобы в ней осталась ну хотя бы какая-то аудитория, которая сумела принести ну хотя бы какую-то долгосрочную прибыль. Им теперь нужно делать хотя бы что-то лучше посредственности, у них больше нет варианта выпускать нечто посредственное. С другой стороны, некоторые игры Ubisoft переносит уже очень и очень давно. Например, корпорация с 2019 года делает неанонсированную игру-сервис, которая выйдет не раньше 25-26 года. А еще у компании сейчас есть в разработке проект, который выйдет не раньше 2027 года, что достаточно странно, потому что до этого года компания в текущем виде может попросту не дожить. Итак, компания планирует сократить свои расходы примерно на 200 миллионов евро за два года за счет реструктуризации, отказа от ряда непрофильных активов и сокращения штата, проще говоря, за счет ужимания. Но поможет ли им это? Я думаю, что в какой-то степени да, потому что Ubisoft очень и очень раздута. 53 студии, 20 тысяч человек. Все это очень и очень много. Никакой острой необходимости в наличии такого большого количества офисов и большого количества сотрудников на самом деле нет. Для того, чтобы выпустить, там, не знаю, одну трипл-игру в два года уж точно. Второй путь к спасению компании это, конечно же, продажи кому-нибудь крупному и богатому. Microsoft, Sony, Tencent, неважно. Скорее всего, Tencent. Инсайдер Джефф Граб утверждает, что Евгеймо уже некоторое время пытается продать компанию. По его словам, французский паблишер обратился с предложением о сделке к нескольким похожим компаниям, однако они только посмеялись. И проблема тут как раз в том, что Ubisoft стала слишком большой. Распределенная по всему миру структура офисов это, конечно, одна из сильных сторон Ubisoft, но для продажи компании ей, скорее всего, придется немножечко похудеть. То есть приходит наш с вами любимый Евгеймо к какому-нибудь потенциальному покупателю и говорит «Приобрети, пожалуйста, Ubisoft. У меня замечательные франчизы, приносят большие деньги, делаю прекрасные игры-сервисы, с фри-то-плеем, конечно, не получается, покупай». И покупатель, что он видит? Он видит 53 офиса по всему миру, и у него в голове просыпается вот эта вот мысль о том, что вот это надо все обслуживать, оформлять, переводить, все эти международные транзакции, все вот это. И он такой «Блин!» «Не, спасибо!» Он такой «Ноу!» «У тебя компания потихонечку падает, и ты предлагаешь мне подобрать вот это все?» «Спасибо, я воздержусь». Я, конечно, думаю, что у Ubisoft есть определенные шансы продаться, но для этого им придется закрыть несколько офисов и распустить определенный процент сотрудников, причем довольно существенный. Путь под номером 3. Если Ubisoft не сумеют никому продаться, а их последующие проекты окажутся сплошь провальными, то останется лишь очень сильно свернуть компанию. Не то чтобы закрыть, а почти закрыть, оставить низкорисковые мобильные направления, делать индюшатину и только лишь время от времени вспоминать о старых франшизах. Я в такое развитие событий не особо верю. Для того, чтобы оно стало реальностью, надо, чтобы Ubisoft продолжили движение по текущему курсу и совершили еще ряд провалов. Все-таки остаточный запас прочности у корпорации еще есть. И, наконец, четвертый путь, единственный путь, который позволит Ubisoft сохраниться и продолжать существовать в том виде, в котором мы ее знаем, это взять и резко, и бескомпромиссно выпустить целую череду достаточно успешных, хороших игр. Сейчас Ubisoft возлагают очень большие надежды на Assassin's Creed Mirage и Avatar Frontiers of Pandora. Именно эти проекты определяют судьбу компании. Кроме того, в этом финансовом году Ubisoft планирует выпустить новую часть The Crew и Assassin's Creed Project Nexus для виртуальной реальности. Вы знаете, я видел много комментариев в духе «Да туда, Юбисофт, дорога!» «Делали говно и вот и получают!» «Рыночек порешал!» И вы знаете, в какой-то степени я с ними согласен, но только отчасти. Да, Юбики объективно сдали в последние годы, но все-таки среди десятков тысяч сотрудников мегакорпораций есть еще те, которые могут создавать нечто качественное. Вы же помните игры с 2008 по 2016 год? В конце нулевых они делали прекрасные вещи, а в десятых просто стали такими королями среднего, Kings of Mediocre, как их называли. Стали авторами таких качественных, ремесленных проектов на семерочку. А иногда они даже выстреливали на восьмерочку. В конце концов, они не боялись экспериментов, они не боялись чего-то нового. Far Cry 3, Watch Dogs 2, For Honor, Rainbow Six Siege, Valiant Hearts, Child of Light — это ведь тоже все Ubisoft. Сейчас студия организирует, и в текущем виде, с одной крупной игрой за полтора-два года, она действительно никому особо не нужна. И тот факт, что она потихонечку угасает, это абсолютная закономерность рынка. Тем не менее, игровой индустрии скорее нужна Ubisoft, только выздоровевшая Ubisoft, которая вытащила себя из ямы либо самостоятельно, за шкирку, как Барон Мюнхгаузен, либо с чьей-нибудь помощью, то есть под чьим-нибудь присмотром. В конце концов, чем больше конкуренции на рынке, тем лучше нам, игрокам. Другое дело, что в своем текущем виде Ubisoft в этой конкуренции практически никак не участвует. И давайте поступим так. Если это видео соберет 25 тысяч лайков, то я не поленюсь и уберу елку, которая стоит у меня на фоне, хотя немножко уже подзадержалась, но мне так лень ее разбирать. Но 25 тысяч лайков меня мотивирует. Ну что, благодарю вас за внимание, не совершайте каскада ошибок, и до скорых встреч. Пока, ребята!